Здравствуйте дорогие друзья, с вами снова фирма Петерсон и я Эдвард Петер и сегодня я хочу за два оставшихся часа что-нибудь быстренькое такое сделать про чай, без пирожных. И я решил вот такую схему сделать, посмотреть сюда. То есть ничего лишнего, чайник, три пиалочки, листочки. Кстати, листочки из-под вот этого желтенького, я не знаю, что это рябина, не рябина, очень похожи на листы чая. У них даже зазубрины есть, как и у чая. Осталось только их слепить вместе и все. Это у меня ящик из-под чая, я хочу чтобы ки было видно и немножко бросил сюда для антуража цинт, а сверху насыпал, это у меня был турецкий чай. Ну и все, и на черном фоне, потому что я хочу чуть-чуть здесь дома пустить. В этот раз с картошкой не хочу возиться, знаю, что получится. Я просто подстрою фотошоп и все. Что касается схемы освещения, сверху, как всегда, здесь у меня бьюти дичь стоит на просвет, бьет вот сюда. Не сильно, но бьет. И вот этот будет на нашем, на наших кружечках делать такое пятнышко, как от солнца. Специально я на него нацепил тубус. Ну и все, и давайте попробуем, как всегда, постепенно одну за другой включать. Окей? Тут еще одна причина есть поторапливаться. Вон стоит, ждет, ожидает. Не жди меня, мама. У нас еще как минимум полтора часа есть. Так что от Варяухин. Так, ну что ж, сверху, да? Ну давайте. Сейчас я поставлю сюда какую-нибудь карточку. Вот так. Немножко высоковато для меня, но ничего. Сейчас настроим и фотографируем. Ну вот, как всегда, освещение сверху, но оно всегда мне как бы говорит о том, что вот интересно довольно-таки, да? Ну, я делаю это для стока. И хоть это будет не шлак, а блок, ну, близко к тому. То есть без изысков. Так, подключаем теперь второй бьюти-дич. Смотрим, что происходит. Так, бьюти-дич осветил нам Круточку. Зали подсветил. Так, хорошо. И теперь нам остается вот отсюда еще дать свет, чтобы у нас отражения заиграли на самих чашках. Даю. Ну вот и все. Теперь можно идти в фотошоп и там подставить дым, и получится картинка. Это опять я, друзья. Дело в том, что я посмотрел сейчас в фотошопе, что-то мне не понравилось. Что-то как-то ровно слишком все. И к тому же вот этот отражатель, он бьет в крышку, и там получается большое белесое пятно. Вот посмотрите. Я захотел это избежать, и поэтому я сделал так. Софтбокс, стрип. И здесь я оставил. И у меня сейчас всего два светильника. Чтобы не забивал нам этот цвет сюда, на черный фон я поставил вот черный отражатель сюда. Затемнитель, вернее негр я поставил. И с помощью его, вот так его двигая туда-сюда, я могу точно определить, сколько света у меня пойдет вот, допустим, вниз сюда. Ну-ка, сейчас мы это сделаем. Вот так. И тут я бы еще, значит, чуть-чуть подвинул сюда. Вот так. Вот так поднял бы. И всю коробочку чуть-чуть назад. Всего понемножку и будет хорошо. Так. Все. Сейчас фотографирую. Покажу. Если понравится, пойду дальше делать стрип. Так. Ну, я бы стрип еще поднял. Знаете, стрип слишком опустился. Как бы так это стало совсем нятным. Так. И еще у меня такая идейка есть. Снизу его защипить. Чтобы он не был такой широкий. Вот так я его сейчас. С помощью прищепочек-то отжал. Ну и вот. Да. Теперь это то, что нужно, ребят. Теперь я возьму, сделаю стекинг и мы вновь пойдем в Photoshop. Хе-хе-хе. Так. Ну, вот наши картинки. Ничего мы тут делать не будем добавлять. Все сделаем в Photoshop. Поэтому без разницы было делать это в JPG или в RAW формате. Так. Все. Все выбрали. И открываем. Все пять штук. Прелестно. Теперь. Я вот уже тысячу раз показывал. Не могу себе отказать. Удовольствую еще раз показать. Ну, чтобы избежать вопросов. А как делается стекинг? Ребята, если вы собираетесь быть предметными фотографами, вы обязаны в первую очередь это знать. Так. Все. Мы включили галочку. Говорим, окей. Он сейчас собирает все на один. Потому что вам будет сложно. Ну, вот, допустим, собрать сейчас все на... Чтобы все было резко. Что-то не будет резко тут. Если мы без стекинга обгадимся. Так. Выделяем все. И идем в... Куда мы идем? Мы идем в обработка. И вот эти... Между собой их сейчас собрать только по резким местам. Будет собирать сейчас. Ну, отлично. Так. Эти пятнышки-то мне на бумаге просмотрел. Ну, ладно. Сейчас закрасим, замажем. Ну, все. Так мне это, в общем, более-менее нравится. Окей. Все. Такая диагональ крутая. Угу. Здесь белое пятно то. Ну, это все мелочи. Сейчас мы на один сведем. Ctrl-E. И сразу продублируем этот. Угу. Ну, что нам здесь может еще понадобиться? Давайте мы сейчас попробуем повысить некоторые места. Вот, допустим, вот так, да. И черную маску делаем. Потом берем... Наш круговой градиент. И тут так-то раз. Высвечиваем. Так. Где-то на этих тоже посветление сделаем. Вот так. В самих чайках проявим. Ну, и здесь, естественно, тоже. Не до конца, но где возможно. Вот так. И само слово чай высветим. Вот. По листочкам посмотрим. Если удастся. Они не такие прозрачные, как чайные. Ну, все равно можно чуть-чуть подсветить. Так. Окей. Сделали. Ctrl-Shift-Alt-E. И теперь затемняем. Смотрим, где можно затемнить. Ну, допустим, вот так. Мы могли бы уже это дело затемнить. Или воспользоваться другим способом. То есть сделать винетирование таким сейчас, как мы с вами однажды уже делали. Помните? Я делал кружочек. Вот такой. Да? На отдельном слое. Ctrl-Shift и переворачивал. Заполнял черным. Ctrl-Backstage. Так. Теперь шел фильтр мягкий. Гауша. И размывать. 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 Так. Еще раз разомоем. Ctrl-F. И Ctrl-F. Еще. Отлично. И теперь, конечно, мы уменьшаем. Докрафт. Так. И высвечиваем теперь то, что нам надо. Мы можем сейчас поменьше сделать. И вытянуть этот. То есть вот так. Видите? Вот так. Вот так будет хорошо. Вот. Отлично. Хорош. Ну и на всякий случай еще масочку. Теперь белую. Черную красочку возьмем. Так. У меня кисточка что-то не работает. Ее надо отключить. Вот это несовместимость какая-то. Иногда отключается. Так. Все. Так. Возьму я теперь черную красочку и вот так кисточкой постепенно то, что мне надо высвечивать. Отлично. Вот так. Хорошо. Хорошо. Тут как бы я вот такой, что знаете, я бы сейчас возьму сзади. Вот, 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 вот. Вот так вот сделать. То есть воспользоваться вот так. И вот это будет отлично такой вырез. Хорошо. Делаем. Теперь говорим build, картинка. Освободить. Отлично. Так. Ну и тут бы я тоже, наверное, в этом месте подсветил чуть-чуть. Потому что отсюда идет свет. Почему бы не оставить его. Хорошо. Отлично. И может быть, я не знаю, ребят, сейчас посмотрим. Может быть еще чуть-чуть на чайнике. Он темноватый чуть-чуть у меня. Вот так. Видите? Вот те места. Я только для чайника сейчас сделаю. Так. Вот теперь нам нужен белый. Кисть поменьше. Вот здесь гранжевый. Вот такой вот оттеночек. Знаете ли. И на чай. Том же чай чуть-чуть. О, это много. Хотя, как сказать, много. Тут можем убрать. А тут оставить. Секунду. Да. Акценты чуть-чуть. Выдавить. Вот так. Чай. Везде. Ну это перебор. Надо крафт уменьшить и прозрачность. И вот так сделать. Ага. Ну так пойдет. Как будто тут тенек. А там как бы высветляется чуть-чуть. Оправданно? Не знаю. Наверное. Готово. Так. Еще теперь я поработаю. Знаете с чем? Вот с этими отражениями. Мне как бы вот этот восклицательный знак не особо нравится. Но здесь выпуклость. И поэтому естественно по-другому не получится. Но мы сейчас возьмем темный пальчик. И попробуем так это ее. Раз. Вот видите. Немного работы. А эффект уже другой. Здесь тоже вот так вот берем. Здесь может быть надо было и оставить. Так. И еще не хочу чтобы отсвечивалась моя тарелка здесь. Берите. Поэтому я ее как бы здесь сейчас сравняю. Она мне не нужна. Вот так. Вот так. Хорошо. Что еще? Вот здесь я тоже уберу. Не нужна она. Здесь можно убрать. Легче. Зачем нам лишнее вот эти вот паразитные засветки. Не нужны. Так. Чай хорошо. Просветился. Отлично. Ничего другого мне не надо. Теперь сделаем следующее. Мы сейчас сделаем копию. Так. Войдем в фильтр. Топас. Нус. 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 Здесь. Мы сделаем следующее. Вот так мы проведем. Здесь. Это. Затушуем как бы немножко. Потом добавим детали. Удалим блюр. И добавим своих шумов. Скажем окей. Так как мы делаем это на отдельном слое. То мы возьмем только там где нам нужно убрать. Всякие шумы или еще что нибудь. Да. Нам допустим вообще не нужен блюр на чае. Да. То есть мы поставим сейчас сюда черную маску. Нажмем Alt. Масочку. Кликаем. Так. А вот лишнее вот здесь. Секунду. Вот я допустим сейчас вам покажу где можно это убрать. Так. Белый. Вот видите. Вот так хорошо оно убирается. В то же время остается резкими там где нам это нужно. Так. Здесь тоже немножко. Что тут с чайничком. С чайничком немного убрать. Ну тут можно до бесконечности конечно это делать. Но я это не хочу. Так. Угу. Угу. Учищать так это. Уж. Уж прямо. Уж. Не этого достаточно. Так. И еще он мне смотрю у меня как бы. Немножко на скучноватый вот этот цинкт. Да. Давайте мы его чуть-чуть подсветим. То же самое я сейчас возьму, сделаю посветлее, вот так, переключу в черную и взяв кружочек наш, вот так мы это, вот так мы немножечко подставим, как будто здесь тоже идет такое. Оно и идет освещение, но вот так, с двух сторон. Отлично. Мне останется сейчас заделать вот эти, черным, тут все закрасить. Ну это я без вас сделаю, потом еще нам парню. Теперь, когда я убрал все погрешности, ну осталось нам малость. Это я скачал кисти под названием Туман, по-моему. Взял кисть под номером 2411, вывел ее на всю величину. И вот сейчас заведу немножко уже в сам чайник, вот так, и здесь сделаю. Вот. И очень получилась похожая штука. Ничего нам больше и не надо. Если слишком, то можем всегда чуть-чуть убрать. Или наоборот, сделать следующее. То есть, там он дальше будет уменьшаться, поэтому сейчас возьмем вот кисть. И с помощью черной красочки и 30% черной. Начнем вот так чуть-чуть уберегать. Вот все, ребят. Получилось. Посмотрим издалека, как это. Так, деактивируем. Да нет, так, пожалуйста, ничего не будем менять. Вот так оставим. Ну и отлично. Делаем теперь. Речь это все. Ctrl Shift Alt U последнее. И мы можем, так как у нас везде резко, то мы можем сделать следующее. То есть, взять фильтр, Hochpass 2 и 2. Вместе улыбать. Повторяю ничего не нужно, ребят. Все сделалось само. Ну, отлично. Я рад, что мы быстро с этим справились. Ну, дорогие друзья, урок наш был не очень большой, но за счет фотошопа он как бы увеличился. Но без фотошопа, вы знаете, это аж почти невозможно. Поэтому мы получили с вами в фотошопе вот такую картинку, которой лично я остался доволен. Не знаю, как вам. Если понравилось, можете повторить. Ну, а до тех пор, всего доброго вам, друзья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok